Бывший президент Казатомпрома Мухтар Джакишев, осужденный закрытым судом на 14 лет лишения свободы, недавно был внезапно переведен из колонии в поселке Заречном, что под Алматы в печально известную зону Долинка. Именно эта тюрьма в Карагандинской области прославилась несколько лет назад на весь мир жесточайшими избиениями и пытками заключенных. Дочь Мухтара Джакишева, Айгерим, на днях начала бить тревогу в социальной сети Facebook, когда ее отца жестоко избили при переводе из одной колонии в другую. Вот что рассказывает Айгерим. Приехал он, наверное, где-то в начале февраля уже в Долинку, и по приезду его избили. Об этом я узнала, моя мама увидела его четыре дня спустя после перевода. То есть она 18 февраля пришла к нему на свидание, ее туда допустили. И когда она его встретила, он ей рассказал о том, что вот я приехал, у меня поднялось сильное давление, я начал, ну, как бы голова кружилась, я упал. Айгер, и они, говорит, меня горячо встретили. И потом он сидел как бы так очень, она, говорит, не двигался почти, что и как только ему надо было как-то подвинуться со стула, он начинал морщиться. Она, говорит, а что они, как бы, именно сделали? Они, говорит, ну, они по почкам били, они у меня сильно болят теперь. На новом месте в Долинке отца Айгерим встретили настолько горячо, что он оказался на тюремной больничной койке. Сослать бывшего президента Каза Тампрома в Карагандинскую область якобы пришлось из-за того, что в колонии поселка Заречный начался ремонт. Родственники же видят в этом лишь желание власти жестоко отыграться на Джакишеве, который является другом главного раздражителя Назарбаева, оппозиционного политика Мухтара Аблязова. Самая трудная и, можно сказать, тревожная ситуация именно с Мухтаром Джакишевым. Потому что если остальные люди, которые находятся в этом списке, занимались политической деятельностью, и они знали, к чему может привести их правозащитная деятельность, политическая деятельность, и они были готовы к тому, что, не только готовы, но они действительно преследовались и были готовы к таким условиям содержания, то Мухтар Иркинович тот человек, который никогда даже не предполагал, наверное, что он будет осужден, тем более на такой большой срок. Кандидат юридических наук, изобретатель уникального лазерного детектора скрытых следов преступлений Мухтар Джакишев мог бы успешно работать в Америке. ФБР предлагало ему остаться в качестве специалиста с годовым окладом 110 тысяч долларов США и полным социальным пакетом американского федерального агента. Однако Мухтар хотел вернуться в Казахстан и работать в интересах Родины. Из него вышел успешный бизнесмен. В 1998 году его назначили президентом в национальную атомную компанию КАЗ Атомпром, а спустя 10 лет он был арестован в своем кабинете сотрудниками КНБ. Причина, кстати, неизвестна по сей день, поскольку уголовное дело было строго засекречено. На самом деле, вот здесь я вижу, что это выгодно русским, конечно, сейчас, россиянам, потому что пока я здесь сижу, все то, что нам невыгодно, делается. Причем делается с такой бешеной скоростью. Судебное производство шло, мягко говоря, странным образом. Материалы дела нарочно засекречивались КНБ с целью недопущения адвокатов, а также возможности скрыть многочисленные факты нарушения прав человека и законности. Сама по себе идея ограничения адвокатов в допуске к уголовным делам по мотивам отсутствия у них разрешения на работу с секретными материалами является нарушением права на защиту для любого гражданина Республики Казахстан. Мухтар Джакишев еще до ареста страдал артериальной гипертонией. В изоляторе временного содержания состояние болезни достигло апогея. Однако то, что на предварительном слушании Джакишев потерял сознание, не остановило судью от зачитывания дела. Вынесение приговора шло в закрытом режиме. Бывшего главу Казатомпрома осудили на 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Адвокаты сделали все возможное, но оказались бессильны против диктаторской судебной системы имени Назарбаева. Значит, доводы, жалоб, которые были нами поданы, оставлены без удовлетворения. Срок наказания оставлен в том же виде. Но, к сожалению, мы не знаем оснований, причин. Нам только была зачитана результативная часть постановления. Пожалуй, шансов на пересмотр уголовных дел, в которых заинтересованы государственные власти, в Казахстане нет. Республика удивительна тем, что законы здесь пишут, наверное, ради приличия. Чтобы вершить судьбы, законы здесь не нужны. Достаточно слова президента Назарбаева. Друзья противников режима диктатора моментально приравниваются к врагам всей нации, несмотря ни на какие заслуги перед Отечеством. За судьбу Мухтара Джакишева продолжают биться мировые правозащитные организации, его друзья и родственники. В октябре прошлого года Джакишев был признан политзаключенным. Субтитры создавал DimaTorzok